А мне интересно, после войны русским будут задавать вопрос, а вы жалеете? Просто интересно. Просто даже интересно, вот о чем-то жалеют русские? Ну, в данный момент, наверное, для них все идет правильно. Как я сегодня услышала, одна из моих подписчиков сделала ролик, что она зашла в инстаграм-канал, и одна из ее бывших соотечественников, она тоже бывшая россиянка, сделала пост в инстаграме, что все развивается правильно, мы за царя, за отчизну, в общем, все замечательно. То есть у них сейчас нет никаких сомнений, да? Но после войны будут ли задавать россиянам вопрос, а вы жалеете? И вот в этом вопросе, вы жалеете, я бы хотела какие-то подразделы. А, например, жалеете ли вы, что выбрали Путина? Вот самый первый шаг, второй. Второе. Жалеете ли вы, что вы его там в четырнадцатом году не убрали от власти? Понимаете? Жалеете ли вы, что 24 февраля вы не разъебали Кремль? Ну, понимаете, всегда же можно было немножко назад откатиться и увидеть, что жертвы могли бы быть меньшими. Ну, грубо говоря, знаете, как горка, она начинается снизу, а потом поднимается, поднимается и охватывает огромное. Ну, что вы боялись? То есть 24 февраля, что вы боялись? Потерять кучку людей? Ну, сейчас же вы потеряли сотни тысяч. Понимаете? Тогда у вас, может быть, потерялись бы какие-то жизни, но была бы репутация. Репутация – это то, что невозможно. Если ты, например, педофил. Он был, например, педофилом. Написано «педофил», да? А потом ты выходишь из тюрьмы, да? Как можно восстанавливать репутацию? Ну, ты же педофил. Не бывает бывших педофилов.